КОНКУРСНЫЕ ПРАГЛЯДЫ Усё гэта ўжо пачынала трохі надакучваць, калі наша здымачная група нічакана трапіла ў Дом Мастацтву, дзе сабраліся глядачы мінавіта на фестывальныя прагляды. Людзі гэтае выглядалі трохі незвыклы для удзельніка ў кінофестывалю, і тым не менш, як паведамілі арганізаторы Центр Сучаснага Мастацтва Вітанова, ўсі чакалі адкрыцця фестывалю вербальнага кіно, прычым ўжо трэцяга. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Правильно говоря, очень трудно вот так вот сразу, придя в этот зал, понять, что здесь вообще происходит. И публика несколько необычна для концертного зала Дома искусств, и вообще какой-то странный исторический кинопроектор установленный, по сути дела, наверное, только для декораций. Расскажи, пожалуйста, что это всё значит? Это всё достаточно странно. Я думаю, что это странно не только для Минска, но это странно вообще для мировой общественности. Потому что здесь сейчас будет происходить фестиваль из устного кино. Из устного кино – это жанр, который… это, скажем так, событие с потенцией на рождение нового жанра. Когда передаётся кинематограф с вербальными средствами, то есть мы пытаемся пересказать фильм, снятый у нас в голове. Поэтому я, честно говоря, сам тяжело представляю, как это будет всё происходить, но тем не менее в этом есть что-то очень интересное. И мы попытались, как Центр современного искусства Витанова, мы попытались взять какую-то опеку, чтобы не разбазарить, и попытаться сохранить, и попытаться, чтобы это выстрелило. Но, во всяком случае, сейчас уже заинтересовались этим и в Москве, и в Ленинграде. Мы будем думать, что это получит своё развитие. Ты говорил о том, что, возможно, в перспективе этот фестиваль станет международным? Да, мы планируем на весну, если этот фестиваль пройдёт сейчас достаточно успешно, то мы планируем на весну международный фестиваль, который будет шире по представительству и, возможно, с представителями дальнего зарубежья. А здесь, как и на всяком уважающем себя кинофестивале, есть разные номинации? Есть три номинации, три приза. Первый — гран-при жюри. В жюри входят люди-основатели жанра. Юнов, Чмири, Стротцев. Есть приз галереи, приз Центра современного искусства Витанова, который будет вручаться Центром современного искусства. И есть приз за короткометражные мультипликационные фильмы. Следующий кадр. Звуки ключа в замочной скважине, открывающейся дверь, входит наш герой в свою собственную квартиру, уже без собаки. Закрывает дверь, снимает пальто, на какой-то момент замирает. Поворачивается в комнате и смотрит через дверь в свою комнату. Камера прослеживает его взгляд. Крупным планом часть стены, на которой висит картинка. Небольших размеров, таких, в рамочке, за стеклом фотография. Молодого человека в форме летчика начала дека. Можно даже по лицу сказать в некоторой условности, что это англичанин или француз. Один из первых авиаторов вообще в мире. То есть, он даже скорее не в форме летчика, а в форме именно авиатор. Кожаный шлем, большие очки, жабьи с выпуклыми стеклами. Он доволен собой. Он горд, и видно, что он чувствует себя бесстрашным человеком, который покоряет стихию. Он занимается таким делом, которым до него занимались буквально единицы человек. Камера движется горизонтально вдоль по картинке. Картинка еще не закончилась. Стена настолько же крупным планом. И в кадре появляется другая картинка. Может быть, фрагмент карты. Она движется по карте, отъезжает. Карта помещается вся в кадр. Одновременно наезды на карты сменяются крупными планами и панорамой. Появляются другие картинки. Иногда может вырезки из газеты. Иногда картины. В какой-то момент мы вдруг понимаем, что та картинка, которую мы увидели первой, она настолько мала, что мы даже не можем разобрать, что она не изображена. И мы понимаем, что размеры той стены, которая у нас сейчас находится в кадре, они гораздо больше той стены, которая была в комнате. Камера отъезжает дальше, и те картины, которые были вот перед этим буквально за секунду, они уже становятся маленькой-маленькой точкой. Мы видим огромное монументальное полотно или понос домов, видимо, размеров, ну просто колоссальных, которые тоже в какой-то момент становятся просто песчинкой в этом море изображений, в которых мы в какой-то момент начинаем улавливать движения. Они становятся нестатичными, в них появляется динамика, мы видим, что это уже не картина, а изображение, то есть экраны, на которых идет кино. Они тоже в какой-то момент становятся песчинкой, и вся стена становится просто космосом. Огромным-огромным космосом. Вот с этим огромным количеством миров на этих экранах плоских. экранов, которыми являются картины, иногда даже просто маленькие вырезки из газет, в них всегда есть своя жизнь. Никогда не нужно об этом забывать. Все это продолжается достаточно долгое время. Потом камера возвращается назад, просто к пустому месту на стене. Она затем следует отъезд, и мы видим опять комнату с наступающим вечером, с некоторыми сумерками, которые только-только появились. Вы бы не могли как искусствовед рассказать, в чем собственно феномен изустного кино? Ну, только как искусствовед. Изгручайся. Да. Значит, феномен изустного кино прежде всего в самой подаче. Понимаете? То есть есть такое, в кино есть такое понятие, как язык кино. Вот это язык кино в чистом виде. Понимаете? То есть каждый автор, он рассчитывая на внимание и воображение зрителя, он пользуется, естественно, свойственными только ему словесными оборотами, выражениями, что в принципе, в принципе является уникальным. То есть каждое выступление и каждый показ фильма является уникальным. Понимаете? Вы давно изучаете историю изустного кино? С самого начала. То есть с 88-го года? Ну, не с 88-го, с 89-го скорее. Оно претерпело какие-нибудь изменения за это время? Оно стало более помпезным по форме. А в таком случае каким же было первое изуст? Что-то первое фильм? Я имею в виду форму. Фильмы остались, в смысле, фильмы остались фильмами. Вообще изустное кино, оно живет только на фестивалях, можно сказать. То есть... А на кухнях? На кухнях, безусловно, но на кухнях для друзей. А для зрителей только на фестивалях. То есть кинотеатр изустного кино это пока что неизбыточная мечта. Понимаете? Вот. Хотя, кто знает, на самом деле. Вот. Это самое. И значит, просто вот сама форма вот фестиваля, она с каждым фестивалем набирает все больше и больше какой-то масштаб. Понимаете? Первый фестиваль, то есть в этом как бы совершенно не стыдно признаться, он был просто в подъезде. В подъезде дома, по-моему, на улице Красноармейской, если мне не изменяет память. Вот. А этот фестиваль уже как бы освещается и прессой, и так далее. То есть... Вот. Как вы думаете, жанр изустного кино все-таки выживет или со временем отомрет так же, как отмерли, предположим, фильмы на производственные темы с изменением политической и экономической обстановки в стране? Изустное кино совершенно не зависит от изменения политической и экономической обстановки в стране. Вот. И вообще изустное кино зависит только от мозгов, от воображения авторов. Герои уже настолько близко, что они объезжают камеру, которая неподвижно стоит, с обеих сторон, и оказываются позади нее. Камера оборачивается, и видит их спины, крупы коней. И когда они немножко отъезжают, и спины и крупы перестают заслонять весь вид, открывается общий план. И видно, что посреди этой голой равнины стоит холм, к которому направляются всадники. на холме замок. Над замком кружит орел. Орел кружит и внезапно замирает. Это стоп-кадр. Топер звучит фанфару. Топер звучит фанфару. фанфару. Садники удаляются все дальше и дальше. Камера уже за ними не следит. Она поднимается в воздух, облетает вокруг замок, вид сверху. замок весят себе средневековый, башни, зубцы, все как полагается и приземляется у ворот. Ворота приоткрыты. Камера входит в ворота, проходит сквозь проемы, оказывается в улице. Улица длинная, камера не спеша по ней идет. В какой-то момент оказывается во дворе дворца. Двор большой. Прямо по курсу двери. Камера к ним приближается, двери при ее приближении распахиваются, камера в нее входит, следует коридор, длинный, без никаких абсолютно окрашений, никакой мебели. Камера проходит по всему коридору и, наконец, оказывается в большущем зале. в зале очень много места и почти нету мебели. Очень много дверей во всех стенах. панорама. Солнце садится. следующий кадр. Коля, те, кто изобрел жанр из устного кино, тех можно понять, в смысле понять их стремление это все дело пропагандировать, расширять, развивать и так далее. Но как с тобой это могло произойти, что вдруг увлекся этим довольно странным жанром? Увидел, как ребята его делают, понравилось и увлекся. И ты ощущал сразу себя в состоянии работать в этом жанре? Когда ощутил, тогда и стал. Или когда стал, тогда и ощутил. Это давно произошло? Нет. Этот фильм первый. А как же предыдущие 36 серий, содержание которых ты рассказывал? Предыдущие 36 серий, наверное, можно было бы рассказать, но первой изобразилась только 37-я. Остальные наверное можно было бы рассказать при желании, потому что материал для этого исходный текст дает очень много. А сюжет оригинального я держался в этом фильме очень близко. «Музыка» 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 Маленькое пояснение Это не ходит за счет фильма Ситуация сказки Репка В которую введены Два персонажа извне Представим себе Белубочную картинку Где трудолюбиво Пашут землю Сеют ее, поливают своим потом И слезами Детка, бабка, внучка, жучка Кошка, мышка Весь этот состав А над ними зависает Гигантская зловещая фигура Помещика У которого на руке скрюченной Сидит попугай И вот когда у Трудолюбивых поселян Вырастает огромная репка И они ее тянут, потянут И вытянуть не могут Попугай хищно слетает По команде помещика С руки И перегрызает Эту ботву Те поселяне падают А он крючковатым носом Зацепляет репку И помещику Удар колокола Титр 1775 год Пылает поместье Пугачевцы Тащат помещика Упирающегося на виселицу А деда Дрожащая рука Тянется к топору И он из-под стрихи Извлекает забившегося Жалкого попугая Говорит Жалко тебя Но и вы нас не миловали И отсекает ему голову Топором После этого Он со слезами радости Подносит К Пугачеву Чан Где плавает сваренный попугай И говорит Отведай Батюшка А сударь А тот говорит Да не что Эту погонь Заморскую Пущай баре едят На Оренбург И взвилась Снежная Поземка Солнечная Майская Берлинская Культура Надо скорее день Камера летит на высоте Метр пятидесяти Над городом Снижается Входит в улицу Из уличного потока Выхватывает велосипедиста В белой рубашке В велосипедном трико И высоких маршинсов Он едет Быстро едет По знакомым улицам Равняется С другим велосипедистом Звякает ему Две пятимарковые монеты На ладонь Тот показывает Запакованный Квадратик гашиша Тот выхватывает Достает из кармана Пачку бумажек Склеивает Три бумажки вместе Держит их зубами Насыпает из баночки Табаку Достает зажигалку Раскрашивает гашиш Смешивает с табаком Заворачивает бумажку Вставляет гильзу Начинает курить Он едет По Омытым дождем Берлинским улицам И курит Этот косяк Глаза его блестят И смотрит вдаль Он останавливается На красном светофоре Смотрит по сторонам Тут зеленый Опель кадет Со встречной улицы Ударяет в него Его перебрасывает Через стоящую Тротуарную машину Мы видим только ноги Велосипед И больше ничего за машиной Течет темная Струйка крови Освещение меняется На вечернее Люди стоят неподвижно Машины неподвижны Только течет Струйка крови Затемнение Финал Мне бы хотелось Немножко услышать О самом Механизме Возникновения Жанра из устного кино Ты уже говорил Что это все возникло Как будто бы В 88-м году Но каким образом Значит Все очень просто У ребят Были фильмы Которые В узком кругу Рассказывались То есть Показывались Именно Показывались Потому что Все аксессуары Все атрибуты То есть Связанные с кино Назывались То есть Как вот Если вы обратили внимание То есть указывается Что вот камера движется туда Там камера идет оттуда Монтажный стык И так далее И так далее И так далее Вот И собственно Таких фильмов Накопилось Достаточно Чтобы провести фестиваль Мы его провели Вот Мы не ожидали Такого успеха То есть было действительно Очень Как-то Это было неожиданно Для нас Ты имеешь в виду Первый фестиваль? И первый И второй Где проходил Первый фестиваль? Первый фестиваль Проходил Я не знаю Номер дома В подъезде Дома По-моему Улица Красноармейская И сколько в нем было участников? Участников В первом фестивале Было Видимо Два участника Если не изменяет мне память Ну Собственно Два режиссера Которые представляли Три фильма Вот Но это Как вы обратили внимание Сейчас Мы просмотрели Три фильма И это заняло Довольно много времени То есть Три часа почти Вот Точно так же Собственно И на первом фестивале Эти три фильма Заняли Много времени А откуда взялась Самоформулировка Из устное кино? Потому что Это действительно точно И очень здорово сказано Кто это сформулировал? Ну То есть мы знаем Что оттепель Это слова Эренбурга А вот из устное кино? Не Ну это Видимо Все-таки Несоизмеримое Совершенно Из разных областей Понятия Из устное кино Из устным назвал я Но это В общем-то Я как бы только Констатировал факт Существования Жанра Как ты считаешь Каковы перспективы Жанра? Я думаю Что У жанра есть Перспективы Это Это какой-то Более Такой Подробный Разговор Нужен Для того Чтобы Об этом Говорить Ну Вкратце Можно сказать Следующее Что Существует Настоятельная Потребность Устного Рассказа Беседы Слушанья То есть Вот Обратили внимание Что Сейчас Все Основные Претензии Да Связаны С тем Что Долго Обстоятельно Это собственно То Что сейчас Современным Искусством Невольно Преодолевается То есть Все подается Быстро Сжато Кратко Вот И Что-то очень важное Остается За кадром И собственно Из устное кино Нам это призвано Вот как-то Немножечко Задержать Внимание То есть Это Это Опять-таки Судя по реакции Зрителей На сегодняшний фестиваль Это болезненная Задержка Но необходимая Вот так Я могу сказать Спасибо Еще хотела спросить А ты уже можешь Назвать себя Классиком Жанром Да нет Зачем Не ну как Ну то есть Мы шутим И так между собой Как-то уже Разделили Какие-то То есть Места То есть Как-то Ну это Это все Это все шутка То есть И на самом деле Мне кажется Это явление Серьезней Чем Чем просто Степ Чем просто Ирония Ирония Гран-при фестивалю Отримал Игорь Митюк Корзун И его фильм Веер Специальным призом Центра Сучаснага Мастацтва Витанова Был узнагароджены Миколай Романулскі С сирыялам Тристан Иезольда А владальником Бутыльки Гарылки Апсалют Приза Залепшы Короткометражны Фильм Став Михаил Тумеля Аутр Анимацийной Каски Прарепку Потым Пачаласе Ретраспіктыва Дзі Паказалі Свае Старые Фильмы Дмитрий Строцов Ялген Юнов Піліп Чмир І знов Ігр Митюк Корзун Фестываль Скончился Амаль Апоўнычы У канцы Навэт Те Хто спачатку Успрымав Усё Гэта Крыху Настя Рожана Наблизіліся Дастану Медытаці І Уся Зала Ачулась Абе Як быццамбы Адзіным Арганізмам І ашчы Прыемна было Убачыць Што людзі Які Жывуть І думаюць Ні так Як інші Усё ж такі Існуюць І навэт Часам Збіраюцца Разам Ад гэтага Лепш Становіцца Усім нам Тым Хто з яких Сті прычын У гэты момент Аказываецца Блізка Да іх Скончился Фестываль І мы думалі Аш када ўсё ж такі Што не адзін З гэтых фільмів Мы не убачым Больш Ненавідая Іхняма Ніукі На прокате Але потім Падумалі Можа сапрауды Улятаюць словы Але застаецца Выказаные І уявлені Реальні Зреальність Зреальність Таким, какой я есть, да. И ты можешь на краешек пня На минуту присесть. Спасибо, а то я устал. В уши, бах и шрамах Пешеходные ноги. Тогда обними Мой корявый поваленный ствол. И мы станем на времени так одиноки. Дерево, ты живая душа. Я уверенно слышу под спудное сердце. Правда, ты веришь? Войди же тогда, не дыша. У меня на груди Потайная дверца. Дерево, как у тебя хорошо. А то я хожу в ожидании чуда. Знай, ты во мне свое чудо нашел. И теперь никуда не вернешься отсюда.